Бескультурные четверги на нашем канале продолжаются. Мы тут обсуждаем всякое, что происходит не в мире Вархаммера, а где-то там, где какие-то люди что-то создают, а мы это почему-то смотрим, читаем или играем. И Михаил ничего не посмотрел на этой неделе, был очень занят. Ничего не прочёл на этой неделе, но я поиграл только. Но ты что сделал вообще? Я, во-первых, посмотрел Чёрного Адама. Ладно, сколько ты всего посмотрел на этой неделе? Сериальчик смотрел и Адамчика видел. Ну давай начнём тогда с Адама. Что ж, короче, как-то вокруг этого последнее время я слишком много чего слышал. Так, ну ладно, давайте посмотрим Чёрного Адама и этого сраного. Я немножко не ожидал, что это фильм, который относится к вселенной Шазама. Я что-то об этом как-то забыл. Ты чё? Или ничего? Короче, не обращал на это внимания. Просто я, это к тому, что, наверное, надо было с дочерью смотреть. Потому что это такой, типа, супергеройский, лёгкий фильм. Шазам изначально, я надеюсь, все по... Хотя... Да по-консервной, да. Короче, типа, там вся фишка строилась на том, что супергеройские способности достались мальчишке мелкому. Вот, и там строится на том, что он такой, типа, весь инфантильный, вернее, он... Дебил малолетний. Получил эти способности, да, и балуется ими, грубо говоря. Вот. Здесь примерно то же самое происходит, но совершенно с другой стороны, что прикольно в целом. Как бы у тебя современный мир, а этот герой когда-то там 8 тысяч лет назад или сколько-то там существовал. И тут его, короче, возрождает. И он в нашем мире такой, типа, ну, на самом деле столько упрощений, потому что, конечно, ему больше охренелал. А здесь, ну, он как бы такой немножко себя скомно ведёт. Но есть, короче, то, что он там супергеройничает, ничего. Он прикольно это в целом делает, потому что он как раз такой, типа, более... Ну, он злобный, короче. Злобный, да. Всех мочит, там, тебе говорят, пожалуйста, не убивай их, там. И там чувак, пфу, летел там. Не, в этом плане, да. Да, да. Вот. И, как бы... Ну, потому что вообще, если что, это, типа, злодей вообще считается, насколько я знаю, в Шазамовской селенной. Да. Его играет, естественно, скала Джонс. Хотя скала, он, это... Права на это у тех, кто ВЦ проводит, поэтому он перестал скалой называться. И он такой, как раз, вот это вот всё. Смешно некоторые кадры, где его показывают, типа, вот это до получения сил, где он, типа, тощий. Это так странно выглядит, да. Прикрутили бороду его какому-то тощему чуваку. Да. И как бы... Это абсолютно лёгкий такой фильм, у которого есть прикольные моменты, потому что интересно смотреть на такого, типа, бэдгая с суперспособностями, которые не совсем бэдгая. Он, типа, не хочет злого, но он героем, типа, не хочет быть. Вот. И он творит там, типа, эти штуки какие-то, начинает проникаться с какой-то, там, с переживанием с героями. Накидывает мостик в виде пацана, который как раз в этой культуре супергеройской, потому что там это всё вселенная DC, там, типа, Супермен, Бэтмен. Вот. И он начинает, ну, как бы, его знакомить с этим миром современным. И классно работает шутка, типа, тебе нужна фразочка, когда ты, типа, мочишь чуваков злых. Например, передай там, что тебе послал человек в чёрном. И как бы в начале он не понимает, как это работает, типа, сначала убил и говорит. Тот такой, нет, ты должен сначала сказать, а потом, типа, убить его. Такой, ага. Пытается сделать так. Короче, только начинает фразу говорить, тот где-то посередине умер, короче, там, вырезался. Но в конце это выстреливает, когда он, типа, разрывает последний убосс, такой, передай, что тебя послал человек в чёрном. Не, ну, кстати, вот ластецкий файт. Там, ладно, там такой, вот, всё-таки, блин, я не могу сказать минус, не умолчать про минус. Прям по меркам, даже, мне кажется, да, и Марвелоподобных фильмов слишком тупорогие многие ситуации. Вот как вообще, что происходит. Такой, типа, э? Ну, типа, слишком, вот, дебилизм, если вы к этому любите придираться, вы там слишком будете к чему-то передираться, вот. Но, зато, вот это вот, типа, ластецкий файт, ну, ластецкий файт такой себе, но, простите за спойлер фильм, который, в принципе, нет смысла не спойлерить, это просто раздирание противника пополам, ну, это круто. Это вот такой, давайте супергеройку, а не вот это вот, типа, бунь, мы ударили Танаса, ну, ладно, там срубили ему потом башку, ну, в смысле, обычно, типа, как это выглядит. Там, как бы, даже обыгрывается, потому что прилетают какие-то герои из какого-то справедливости, там, какого-то веки, которые, значит, как раз спасают всех этих людей, вот, им навязывают, пытаются навязывать эту мораль, только пошли в жопу. Но, это самое худшее, что в этом фильме есть, именно вот эти вот какие-то герои. Не знаю, может быть, это только мной так воспринимается, что если у тебя геройский фильм, типа, про Бэтмена, там должен быть Бэтмен и злодей, ну, максимум подсос какой-то. А когда у тебя есть вот этот главный герой, плюс прилетает команда каких-то непонятных чуваков, которые, там, сначала пытаются остановить его, они все какие-то нелепые, там, бабы, которые крутят воздух, там, чувак, который увеличивается, сука. Это вот реально та же проблема, например, у, по-моему, DC у всех, у Дэдпула, когда появляется там какой-то, типа, железный чувак, какой-то бабы, зачем у Дэдпула? Не-не-не, смотри, я считаю, что у Дэдпула того же это не так ужасно, мы не про последнего, а до этого, которые были. Тут просто проблема, скорее, в том, что у тебя появляются эти персонажи, я вижу только одну нормальную ситуацию, если бы они появлялись вот до какого-то комедийного или просто для полного разъеба, типа, чтобы их там просто избили бы и все. Любили, да. А тут, как бы, они появляются, им слишком много времени уделяется, им вот не должно этого времени никакого быть, ну, типа, тебя просто получается... Они такие приторные на его фоне. Да, то есть у тебя, получается, в кино, где, как бы, центральный персонаж, это такой, типа, антипод относительно обычной героики, типа, антигерой, это это, а, я не такуся, вот. А, и ты, как бы, ну, думаешь, что сейчас будешь смотреть про это, тебе туда суют опять вот эту, ну, не просто типичную геройскую вот эту вот срань, а дают очень такую, прям, рафинированную, прям, такие, там, вот эти вот героинки, а-а-а, это так неправильно, не надо, черный Адам, пожалуйста, людей убивать. Поднимает двух злодеев, типа, я вас допрошу, отпускает, а это ловит их, типа, чтобы они не умерли ни в коем случае. Ну, то есть, типа, с ним просто слишком много времени, типа, мне кажется, вот это, типа, условно, какой-то комик, как вещь, которая должна была бы быть максимум, как комик-релив какой-то, она приобрела слишком большой, типа, распространенный фильм. И они его размазывают, они, типа, концентрацию с героя убирают, вот это вот зачем, не очень понятно. И я ещё ощутил, вот это, знаете, сейчас сложно смотреть такие фильмы, там везде графон, есть этот город графон, всё время, они всё время на задниках, а он, графон, ну, такой, типа, средненький. Несмотря на то, что там, типа, денег в фильм, в Бухон, ты прям видишь, что это всё нарисованное. И, ну, короче, он реально средненький, он не на том, чтобы прям провалился, как он провалился. Ну, да. В целом, как бы, там, смотришь, реально, ради кеков, как вот, типа, работает харизма скалы и вот этот образ, типа, злодейского героя, с тем, что все хотят, чтобы, ой, этот, на самом деле, наш спаситель, а у них и на никого не спаситель и так далее. Ну, да, да. Так что, наверное, это вообще даже не рядом самый плохой фильм по супергероике, возможно, даже лучше Шазама оригинального, но он просто лёгкий такой с ребёнком посмотреть, и как раз мне нравится, что есть яйца, что он, типа, реально мочит этих чуваков, что это обсмеивает, что, типа, как он там, как раз, типа, этого чувака выкинул, тот к нему обращается, слушай, там, можно и допросить, там, типа, ты лучше оставляй их живых. Он такой, вот, наблюдает, просто, как-то, летел, упал, такой, прости, но... Не, ну, да, то, что там, кстати, это ещё забавно, что в многих супергероях Килимха там видно, что когда у тебя там сдохнуть должно было куча всего, но они, как будто, типа, этого нет. Ну, типа, я этого не сделал, я не видел, что он умер, он упал со скалы, типа, это не считается, вот, ну, типа, он менее беззубый, но, да, в целом, из-за наличия вот этих вот сратых героев, плюс, ну, центральный сюжет всё равно такой... Ну, и драмы в этом нет, да, просто они просто бегают туда-сюда, какие-то сцены, погони, там, окей. Больше драмы там, когда показывают тебе предысторию, на самом деле, его, про его сына, там, типа, если бы вокруг этого сделали бы фильм, это было бы, возможно, было бы лучше, кстати. Да, реально, кстати, наверное, было бы поприкольней. Согласен. И, не знаю, там ещё провалился второй Шазам, прям, тоже с треском, я прям хочу посмотреть. Ну, насколько я, кстати, не смотрел его тоже, но там, насколько я понимаю, там, как раз проблема в том, что они вот пошли сильно вот в это то, что дети, ну, дети получили способности, типа, и тела взрослых, вот, типа, блядь, мы знаем бы, что бы они делали, чего бы нам показывать. Кстати, недавно был, видел, короткометражка, как трое детей, к ним приехала коробка с роботом, секс-роботом. Не, не видел. Вот. И там, типа, двое сидят, там, что-то хик-кек, каких-то девок смотрят, там, к ним проходит чувак, эй, вы, как это там, детственники, сейчас мы будем, короче, такой открывает коробку, там, значит, баба, типа, секс-робот, она такая, типа, просыпается, такая, что там, типа, детственники, ничего, я как раз создан для того, чтобы ферст-таймеров, типа, туда-сюда, и этот чувак, который, типа, больше всех хорохорился, такой, когда она ноги раздремела, такой, выбежал из комнаты, короче, такой, ходит, переживает, а баба стала общаться с этими чуваками, они, короче, там, на скейт катаются, сюда-сюда, вот, и они уже из этого дома выходят, начинают вместе с ней на скейте, там, кататься, туда, ну, короче, заниматься, типа, вот этими детскими вещами, а она поддерживает все это. И тут такой, типа, не ведите себя, как сраные дети, она такая, вы и есть сраные дети, закидывает его, вот, короче, тачанка из магазина, тележка, тележка, да, и, типа, с горки там, типа, не фигачится, вот, и в конце показывается, как она в закат выезжает на скейте, типа, тоже нашла себя. Что, дурку-то смотрел? Ну, прикольная, такая, короткая метражечка. Что, переходим к моей части тогда? Миша играл, как этот самый, запоем на стриме. Да, я поиграл в Silent Hill 2, и как раз сейчас подробненько смогу порассказывать вам про него. Ну, короче, ремейк. Ремейк, да, неожиданно, короче, самое, что стало, что это, не поверьте, хорошая игра. Да, оказывается, такие выходят у нас последние, у, чудо какое-то там, Space Marine выходит, на нормальный ремейк выходит Silent Hill, это, типа, вообще, что такое? Ну, короче, да, сразу скажу, в целом, хорошие, все, если, типа, вы хотели, боитесь спойлеров, чего-то еще, можете сразу просто идти и играть, и все спокойно. Те, кто не хотят этого или хотят нам подробно услышать, сейчас как раз расскажу. И да, просто я понимаю, что Silent Hill это хоррор, и не все вытягивают играть в хорроры, ничего в этом такого нет, многие, поэтому, там, на стримах их смотрят или еще что-то, или, там, в компании играют, поэтому, как раз, может быть, вам интересно будет послушать. Короче, что можно сказать? В начале про техническую составляющую вообще в целом игры. Она прям очень хороша. В плане графона он просто, он видно, что он, на самом деле, не супер какой-то технологичный, как там недавно говорили, что вот этот Star Wars Outlaw, это самая технологичная игра. Как бы технологичный-технологичный, но вопрос, как ты это умеешь применять. И как раз в Silent Hill очень хорошая работа с этим. Да, там есть, на самом деле, остатки, которые видны, там, да, если подходишь, начинаешь по всей локации шариться, знаешь, там, типа, у тебя вот эти вот ограничители, которые есть, знаешь, там, стенка, и ты видно, понимаешь, что у тебя все вот здесь, у тебя стена, к которой ты пройти, на самом деле, не можешь, но у тебя, знаешь, более детализировано, потому что какие-то штучки лежат, и ты там бывает, знаешь, такое, видишь, как бы, касаешься такой ткани, а она неподвижная, типа, нельзя ее, она просто там на ветру такая... Ну, как бы, ладно, но при этом окружение очень круто сделано, очень красиво, прям все, оно прямо вот как надо. Ну, вот, собственно, кто там видел вступление в стартовый город, первая, собственно, вот эта вот гостиница, этот, собственно, не гостиница, а жилой комплекс, и вот эта вот подводка к городу, когда ты идешь там через какое-то, через кладбище. А начинается в туалете? Ну, у толчка, да, у толчка. В зеркале? Да, 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 начинается с того же самого. Там, в принципе, игра, что классно сделано, она, по сути, повторяет оригинал, как бы, тык-тык-тык-тык, поэтапно прям, но там добавляются целые куски новые, прям за счет того, что игра больше. Это прикольно. Вот. Короче, графен, вот прям то, что надо сделали, вот прям круто. Причем там есть такая штука, которая, советую вам дождаться, если будете играть, в начале вам может показаться, что игра, у нее прямо контрастность такая странная, что, ну, по-моему, делал, когда ты ходишь по городу просто в тумане, ты видишь все, ну, как бы, видишь все, но туман тебе мешает, вот. Но, когда, кстати, там сделали смешной мод, я уже увидел там, мод называется Shiny Silent Hill, мод, который заменяет, убирает весь туман и добавляет солнце там из-за свечения. И так красиво выглядит, на самом деле, такой красивый город получается. Ну, правда, он выглядит как Детройт какой-нибудь, ну, неважно. Вот, по городу ходишься, видишь, но заходишь, когда в помещение, блядь, темно просто, как в очке. И вот ты вот просто буквально не видишь, что находится в углу. То есть, типа, ты вроде видишь, что в комнате, но в углу не видно. Я еще играл, потому что проблема в том, что на стриме вот на меня вот так вот светит сон, ну, типа, лампа, я не вижу ни херища. Но прикол в том, что это, мне кажется, специально прямо умышленный эффект. То есть, вот первый этап игры, когда ты ходишь до того, там, если что, в игре находится потом фонарик, его нельзя пропустить, он сюжетно подбирается вот. Когда ты подбираешь фонарик, у тебя уже меняется ситуация, потому что фонариком ты видишь, вот, ну, как бы, куда светит фонарик, там ты видишь. Вот, но это очень классное ощущение. А может, кажется, крутится за фонариками? Нет, вроде бы, но, но, нет. Не забывайте, там изменили, во-первых, типа, теперь это скорее как в резике четвертом управления. То есть, из-за плеча всегда. Ты всегда ходишь, нет, изометрии вот этой, ты всегда ходишь из-за плеча, не какой-то, ну, полуфиксированной камеры. Вот. Ну, короче, ролик вот из лов нельзя сделать. Посмотрим, может быть, потому что, потому что отягительно сохранили мелкие фишки, которые вот тоже, спасибо разравам за такие штуки. Вот, например, знаешь, как находить лут, он не подсвечивается никак. Ну, единственное, как он подсвечивается, когда ты близко подходишь, у тебя кнопочка, ну, подобрать, и там, типа, кружочек видно. Вот. Правда, из-за этого любые кружочки, которые ты видишь белые, тебе кажется, что это можно что-то подобрать. Вот. Но, что классно сделали, что когда ты проходишь мимо лута, главный герой у тебя начинает голову туда, типа, такой, оп, оп. Он, типа, смотрит на предмет. И ты за счет этого, если смотришь на бошку главного героя, ты можешь понять, где лут лежит. Очень удобно за счет этого собирать, типа, все. Ну, прям классно. Ну, требует каких-то усилий, но у тебя есть такой вот инструмент, можно найти там где-то что-то. Вот. Короче, прям, я такой, вообще классно. Вот. Ну, короче, графенисто, в этом плане все прям супер. Ну, и, ладно, тут можно про это рассказать. Не, ладно, давайте вначале про звук. Очень важная часть звук. Ну, прямо я что-то был прям удивлен, насколько классно. Ну, то есть, типа, в принципе, Silent Hill славился тем, что в нем очень классный саунд-дизайн. Но в плане того, что Акира Ямаока, как и композитор просто офигительный. Ну, типа, все вот эти его музыкальные композиции, в том числе там, где исполнение этот Мэри Элизабет Маглин, это очень классно звучит все-таки. Тебе они такие нравились вообще? Вот. Ну, и он как вот этот вот именно саунд-дизайнер, который вот этот вот бум-бум-бум-бум-бум бьет палками по батареям, тоже офигительно делал вот все. Но тут сделали еще круче, при том, что там все это осталось. Типа, нет такого, что у тебя отобрали у этого Акира Ямаока, который бьет нам по батареям. Вот, это осталось, но сделали еще круче. То есть, во-первых, сам по себе Ambient просто ебейший какой-то. Он прям настолько вот давяще классно сделанный, причем разный, под разные ситуации. Это прям мое почтение, очень круто. Сами звуки окружения просто разъебище, потому что там у тебя вот классные сочетания просто вот, знаешь, типа у тебя есть просто Ambient, и вот звуки, которые периодически какие-то где-то доносятся, они вот все-таки, правда, маленький недостаток, иногда начинают повторяться, ты прям слышишь какой-то звук несколько раз подряд, типа, ну, вот ты начинаешь замечать его. Вот. Но в целом вот эти звуки вот для хоррор-игры, это вообще просто разъебь, Петрович. Это прямо сделано очень классно. Прямо вот люди, которые сильно восприимчивают к этим хоррорам, вообще, скорее всего, все раться будут чисто за счет этого. Плюс офигительно сами вообще все звуки сделаны в игре. То есть, буквально, типа, шаги персонажа. Вот просто, когда ты идешь там вначале по грязи, ты прямо вот так. Прямо ух. По асфальту идешь, ты прямо нормально слышишь. Когда ты дерешься с монстрами и бьешь вот этой палкой с гвоздями, вот эта вот чувак, чувак, я об них вот этой палки, и когда ты надобиваешь их, это прямо очень круто. Но это, как бы, такие звуки-коррор-игры. Ну, слушай, и прямо всегда Silent Hill, по-моему, по звуку. Ну, да, да, да. У меня до сих пор эти звуки, там, когда ты записываешься. Да, 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 да. Ну, или в меню, когда вот это вот, это все осталось, кстати, это вообще прям очень классно. Но тут еще, знаешь, добавили штуки, которых вот как раз нельзя было старым Silent Hill сделать. Объемный звук, это просто вообще пушка. Потому что, ну, реально, народ на стриме, который был, замечал это классно, что вот то, что я тебе рассказывал, например, пример, что идешь, и ты слышишь буквально, ты видишь, как вот листочек опускается на асфальт, и он начинает по нему, типа, такой ветром шканец, и ты слышишь этот ебучий звук. Это уже чего стоит только. А момент, ну, кто на стриме видел, от чего я прям офигел, я такой, как это они сделали так круто? Потому что я играю, и мне, ладно, народ там этими мемами кидает всякие вот это вот сраные звуки, короче, какие-то. И я такой, ну, ладно, ору, ору. Звуки, я думаю, что это кто-то мем? Нет, понимаю, что он повторяется, я кручусь, и я такой, ебать, что? На столбе висит объявление, и у него вот эта нижняя часть так колышется. И это вот, знаешь, типа, он тихий звук, но ты причем можешь его, вот это, знаешь, типа, вот это очень классное сведение, когда ты буквально можешь вот это всю, все как бы вот эти вот аудиодорожки отдельно друг от друга отделить и услышать. И ты прям, я такой слышу, что сзади, и просто по звуку нахожу это вот по направлению, где вот это вот, типа, это вообще как бы в игре не то чтобы сильно, ну, прям супер надо было, но это настолько вот эту атмосферу задает, прям вообще, я такой, вух, вот это прям супер круто. Типа, звук, прямо это один из, может быть, даже самый лучший звук, Который вообще вот пока что Сайвен Дизайн Который я вообще видел в играх То есть Сайвен Хилл, да, изначально был Вот в этом всем очень классно сделан Но тут прям вообще просто вышка какая-то Прям я такой, нифига себе Вот, прям очень классно А что касается геймплея Ну, вот, то есть, да Они местами Растянули игру, она, по идее, дольше Проходится Там просто среднее прохождение По 16 часов, если я правильно помню Сейчас по Hollow to Beat показывают Вот, то есть это не пробегом Но и без вот этого облазивания всего А Сайвен Хилл без облазивания всего Мне кажется, спервы никто не проходит Типа, вот Все еще сохранились эти вот геймплейные штуки Что, карту ты должен найти физически Плюс появились, вот, немножко это неудобно В современных реалиях Но мне очень нравится, как это сейчас работает Что ты буквально, типа У тебя есть несколько карт Вот ты находишься, например, в начале стартовых блоки Вот по улице когда ходишь И у тебя вот, типа, карта улицы вот этой И ты, как бы, у тебя, во-первых, ты их открываешь Буквально у тебя персонаж, типа, берет карту Открывает И у тебя Этот Ты переключаешься, как бы ты меняешь карты Буквально, он, типа, берет Другую, типа, открывает Вот Даже в здании, собственно, когда у тебя там Приходит жилой комплекс Когда уже следующий, типа, этап начинается Вот там у тебя, типа, первый, второй, третий этаж Ты буквально их, типа, как бы, перелистываешь Немножко неудобно Но очень иммерсивно, типа, сделано Это классно Осталась та же штука, что Ну, типа, дверь закрыта Тебе этот, тебе крестик ставится Очень прикольно Сделано вот это все Еще лучше, чем раньше Раньше просто это появлялось А тут прям пока, знаешь, когда Ты находишь Прямо анимация этого есть Когда У меня вроде не галлюстация Вроде реально есть анимация Ты находишь записку, например, в которой что-то написано Там, например, инфу там по первым загадкам Там кто-то, например, живет в том-то комплексе Вот, жилом И у тебя ты видишь, когда закрываешь записку Как у тебя персонаж буквально рисует на карте, типа, эту фигню Он зарисовывает, где там что-то находится Ну, там, скорее всего, повторяющая анимация Ну, типа, зарисовывает И ты такой, ага И открываешь, там видишь Ну, там показано Он, типа, записал там 10 живет Там что-то там Или где здесь Там перекрыт проход Здесь есть проход Это вот все Ты такой, нифига Вот это прям очень круто сделано Насколько они это классно проработали В плане загадочек Они остались Типа, при том, что вот что классно Ну, сейчас поговорим, кстати, про сложность Там они сделали Опять же, оставили отдельно Сложность загадок Типа, сложность загадок И сложность боевки Вот На стреме в плане загадок Мы оставили средний Я, на самом деле, сейчас уже жалею Что, возможно, стоило ставить hard Вот, потому что Это пока любопытно Да, местами это немножко выглядит Как Как он называется Как, ну, такой, типа, своеобразный квест Но это прикольно Ну, то есть, буквально Сейчас я вам заспылиру Первую, условно, такую загадку Это когда мы приходим Ну, там, типа, приходим в бар один И там стоит музыкальный автомат Который сломан И там ты находишь записку Из которой понимаешь Как там что сломалось Все такое И тебе надо, значит, вначале найти Там, типа, в нем правильно все подергать Чтобы он вообще начал работать Потом ты понимаешь Там не хватает пластинки И не хватает кнопки Ты, соответственно, идешь в магазин Находишь там А, ты достаешь одну Один половинку пластинки Потом идешь в музыкальный магазин Там берешь вторую половинку пластинки Суперклеем их, типа, склеиваешь И, может, засунут внутрь Но у тебя нет кнопки, чтобы запустить Ты, типа, идешь Находишь кнопку в нужном месте Типа, втыкаешь эту кнопку Выбираешь там нужную комбинацию У тебя начинает играть И там выдается ключик Типа Ну, вот эти штуки Это прям классно Это штука, которой давно уже Нигде сейчас не было Это прям приятно Мне интересно было посмотреть Как это на харде, типа, выглядело бы Возможно, еще интереснее Загадки, типа, по сложности Короче, я прям от этого кайфанул Плюс есть микрозагадки Которые не требуют от тебя Никакого, ну, типа, не требуют Большой последовательности действия Но, тем не менее, там не находишь, например, магазин Он закрыт, типа Но есть задняя дверь, в которой Кодовый замок Ну, ты, естественно, не знаешь кодового замка И там, ну, это, по-моему, старым тоже было Что у тебя Ты находишь записку Значит, находишь две записки И там, типа, в одной записке написано Что, типа, я успел проверить все От, типа, ну, условно, на старта До 4, там, какой-то, там 4.4.0.0, типа То есть, он буквально там 4 тысячи этих вводил Там, вот Ты такой знаешь Ага, значит, это что-то не это Что-то выше Потом находишь, типа, успел Еще столько-то проверить И там буквально, типа, следующий Вбиваешь комбинацию Она, типа, подходит Вот И это прикольно, что, ну, таких вот Мелких загадок тоже хватает Ну, и там, соответственно, ты заходишь А там просто луты набираешься Побольше Плюс добавились такие штуки Которые раньше не особо были важны А теперь они стали Чуть за счет технологии Типа, там, например Разбивание стекол Тебе разбиваешь стекло Соответственно, можешь влезть Там в помещение По-моему, раньше этого не было А может и было Не помню Вот Не важно Ну, вот В этом плане Прям вообще, короче Как бы Я такой Нифига себе, круто Кто играл Вот полностью сейчас Может, или дольше там проходил Скажите, что с загадками По уровню сложности Вот По поводу уровня сложности в игре К сожалению, походу, одинаковые У всех, типа, мнения Что, к сожалению, если ты просто Хочешь так, типа, нормально Кайфануть от игры Лучше всего боевку ставить Просто на изи И не потому, что она тяжелая Типа, она просто такая Интересная Но Она немножко однообразная И Там стало Ну, по моим ощущениям Гораздо больше врагов А Уже на нормале Тебя начинает душить Потому, что ты очень много Тратишь времени на боевку Ты очень много Прямо времени Вот это Чтобы херачить палкой Мне это нравится Но, типа, блин Это уже однообразно становится Вот Дарксоулс превращается в игра На изи Просто это быстрее Все проходится На харде Я прям Ну, мне все жаловали Что на харде Ты просто вязнешь в мобах Типа, ты просто Прямо постоянно В сражениях находишься Это немножко Какого-то поддушивает При том, что поменялось Если, опять же Вроде бы Я все правильно помню Но, если что, поправьте Но, вроде бы В оригинале Ты во всех Когда ты заходишь Типа, в дверь Ну, типа Ты зашел в дверь Все И монстры не могут За тобой последовать Типа, такого, типа, не было А тут у тебя получается так Что у тебя Да Есть Как бы Ну, локи Который прямо Переход из одной локи в другую Там, да Монстр не может Но в большинстве ситуаций Монстры могут за тобой пройти И из-за этого Как раз Типа, вот эти вот Моменты с оббеганием Не очень Ну, типа Подходят, но так себе Там буквально есть один сюжетный момент Где лучше оббежать Потому что ты понимаешь Что нет смысла Там сражаться С такой там толпой Но в большинстве своем Оббегание Отпадает как опция Типа, ну, как по мне Мне кажется Вот И из-за этого Такое Но очень классно Что же Даже с учетом Современных реалий Не убрали Ну, типа Осталось сказать Что трупы не исчезают И это прям классно Когда бежишь И видишь там валяются Они так прикольно В общем, запоминаешь Типа, это ты убил Или он там лежал Потому что есть же некоторые Которые просто лежат И потом встают Короче, прям Сделано классно Вот И, ну, типа Вроде сюжетно Они ничего не поменяли там Насколько я знаю Пройдем, конечно, еще посмотрим Там я на стримах Собственно, кто там Если что Подходите будут смотреть Целиком Но вроде бы Ничего не меняли Вообще, короче Охренительно Я что-то удивился Что они так взяли игру То есть они взяли Базовую игру Ну, то есть В принципе Как по мне Пока что Это выглядит Как вот буквально Как ситуация С вторым резиком Ну, да Там есть, типа, недостатки Больше, чем во втором резике Наверное Но в целом Очень напоминает То есть буквально Они взяли старую игру Ее всю в целом Заапдейтили И Расширили ее Еще к тому же Короче, прям Ну, типа Классно И, то есть, типа Так можно было делать Самое забавное Что это делали эти Блубер Тим Которые, ну Типа Они много каких игр делали Но у них такие Они все Ну, деревянненькие Как по мне были Это прям для них Это вообще Какой-то просто Типа Как Как вы это сделали Такое Типа, молодцы Короче Вот как оказывается Можно делать классные игры Типа Неожиданно И приятно Да, что Просто взяли базовую игру Старую Просто ее полностью Заапдейтили В плане Технической части И Добавили еще чего-то Вообще супер Типа Это настолько классно Вот наконец-таки Посмотрели Как бы Может Канами станет Нормальной компанией Я, конечно, сомневаюсь Может и Metal Gear Тогда Ну, судя, кстати, по всему Еще по Metal Gear Игру тоже сейчас Инфа есть Что Ну, типа Там, правда Немножко не так Но вроде тоже Типа Заебись, короче Там будет Вот Короче Что это такое Японцы хотя бы Очнулись Типа Хочу сказать Что в последнее время Вот эти Как раз Ремастеры Каких-то старых Типа Рейзиков Там и прочее А это Очень ограничено На самом деле Кажется, что А это Рейзики В основном, например Вот Рейзики Классные все Я считаю, все классные Я знаю, что По поводу третьего Народа замучался Но как третья У меня в принципе Субъективно Самая любимая часть Потому что я просто Проиграл в нее Больше всего Мне и ремейк третьего Понравился Джилл Валентайн Да, да Так что он был Бегать от Немезиса Бесконечно Ну или херачить его Его можно было херачить Вот, кстати, плюс большой В отличие Вот мне не нравится Вторая часть Что у тебя Мистер Экс был Бессмертный Вот А Немезиса Можно завалить каждый раз Вот Короче, я Я прям доволен Прям очень доволен Посмотрим, конечно Как будет после прохождения Но в целом Прям неожиданно Это очень хорошая игра Получилась Я прям Ну то есть могу посоветовать И у нее есть один Только недостаток В отличие от Резика Который Ну он Резик Это все понятно Салент Хилл Это хоррор Все-таки Да, вторая часть Больше у нас Типа именно драматическая игра По сюжету И все такое Но в целом Это хоррор С очень довящей атмосферой Я уверен Люди, которые прям Любят сраться Ну вообще боятся Вот прям Очень сильно боятся Они скорее всего Играть нормально Не смогут в эту игру Это не какой-нибудь Аутлас За счет атмосферы Поэтому я не уверен Что всем игра подойдет В принципе вот для этого А так прям Ну типа Очень классная игра Я прям Что-то вообще прям Офигел от того Типа А почему все так не делают Вот Так что Ну зато Зато есть надежда Теперь большая Что Во-первых Ну я очень надеюсь Что им поручат Все-таки делать Ремейки Остальных Салент Хиллов Ну особенно И вот как раз Хорошо будет зайдет Это сделать первый Сделать третий Сделать четвертый Это очень хорошо Сейчас будет прям Поочередно Мы знаем что ждать Первый опять же Который ну Совсем уж старый Типа Ему это особенно Будет круто Вот Так что я прям Жду теперь Когда будут делать ремейки И слава богу Что вот такое получилось Вот А сейчас Такой раз Другой фирме отдают Они делают Какой-то срань Это такой Ну видишь Логики Все еще не просматривается Ну да Ну короче Пока классно Ну и Судя по инфе Которая сейчас есть Вокруг Метал Гера Который тоже Канами Тоже вроде Неожиданно Вроде хорошо Все там пока получается Посмотрим конечно Когда выйдет Но надеюсь Как бы Будет класс Вот Ну и что И завершающая часть Нашего Мордализонского балета Сегодня Денис Это Короче Я тут смотрел Сустар репорт Где у меня Мой дракон Который я отдал Другому игроку Проксит Фигурка из Дирса Я такой Так Я Дирс Смотрел Один раз Где-то В нулевых И не помнишь И ни разу не пересматривал Я помню Мне очень понравилось Как раз такой Типа Молодой я человек И все Сериальчики Анимешные Где Короче К мальчику Вот тебе тетка Она вокруг тебя бегает Типа Прикольно И Я запустил Такой Надо посмотреть Короче Что-то я хочу Глянуть Как там было И такой Вначале Это заставка же Это самое I'm your slave Я такой Это же Андерсевентин Точно Блин Такой Я такой радостный Она Я потом слушал Очень много Когда вообще В принципе Слушал Анимешные Опенинги Так еще И в конце У нее Эти Happy Cosmos Тоже От Андерсевентин Прям такой Настрой приятный Ну и Само собой Это легкий Жанр Где Короче Там Типа Сюжет В чем На планету Рядом с Японией Падает корабль Пришельцев Который Абсолютно Как люди Выглядит И Как бы Твист В том Что этот корабль Короче Перевозил Рабов Генетических Но Типа На земле Как бы Это не принято И они Решили Не палиться Короче Типа В Общество Людей Как это правильно Сказать Интегрироваться Как будто Они просто Такие Все очень Додолебивые И все Чтобы Не делать Не создавать Культуру Рабовладельскую А главному герою Кстати Из всех Гаремников Ну это такой Относительный Гаремник Ну да Он не совсем Все таки Гаремник Нету Огромного Количества Баб Хотя Вокруг Ползают Всякие Разные Он активный Такой Типа Не в какой-то Чмоне У него Характер Есть Он там Типа Работает В магазине Видеопродукции 18 плюс И поставляет Своим школьным Друзьям Новые релизы Вот И он Прям Видно Как он Не принимает Все это Не просто Какая-то баба Это она Короче Инополимый Сон снится Как она Типа Захватывает Мир Вот И он Просто Идет По улице И случайно Тыкается На Рабыню Которая Типа Считается Пракованной Типа У него там Номер 000 Там Что-то Там Вот И Зеленовался Ну Как зеленка Да Изумрудный Изумрудный Да Вот И она Не адаптирована Не знает языка Она Не подготовит Просто Колба с ней Куда-то И зачем-то И везли Она упала Типа В воду И типа Она из нее Вылезла Все Вот И Естественно Как бы Он такой Сердобольный Чувак Что-то Относит Домой Начинает Что-то Кормить С ней нормально Говорить Даже не может Переживать По этому поводу А она Сразу заключает С ним Контракт Типа Раболарический Типа Я твой раб Теперь Только пока Это не объясняет Ему еще Ну и там Куча кеков Строится Типа Хозяин А у него Есть Короче Подруга Детства Которая Дочь Землевладельца Где он Снимает Естественно Школьник Который Живет Отдельно От родителей Типичный Японский Формат И она Приходит К нему С утра Вставает Ведет Школу Девчонка Которая Взвалила Знаете Как у нас Это был Двоечник Она Пятерешница Взяла Подопеку Он приходит К нему У него Какая-то баба Есть И Куча Конечно Вот этих Приколов Строит Нет Я не ошиблась В этих Самых В терминах Я типа Рабыня Вот этого Чувака Что происходит Вот И в то же Ну и Она в результате Приходит в школу Ее Естественно В школу Это принимают Потому что Есть программа Значит По обмену Культурному И Этих Дирсов Как раз Школу берут И к ним Должна была Прийти Эта баба И она В том числе Приходит А там Такая Цундера Которая Вот это Вот все У них Начинается Конфликт Типа Я пришла Типа Я тут Дирс А ты Кто вообще Такая Откуда Я там Сейчас 4 Что ли Серии Посмотрел Ну там 12 серийный Ну такой Абсолютно Легкий Вот Нормальным Наконец-то Героем А не как Обычно Ну относительно Нормальным И Это близко К Чобиту Опять же Вот это Вот все Ну в Чобите Там просто был Робот А у Старейшем Не было Участием Не казалось Ты знаешь Там естественно Нет каких-то Супер Красивых Сцен Там Каком-нибудь Я не знаю Типа Клинке Демонов Там Да Вот По анимации Он такой Ну в целом Там боевки Так-то и нет Там классные Типа Шуточки Вот это Учительница Помнишь Там типа Озабоченная Абсолютно Короче Как я понимаю Английский У них ведет И она им Прям Свои какие-то Фанфики Любовные Он там Залез К ней Под платье Такие Учитель Вы хотя бы Оденьтесь В классе Вы чего Голый Сидите Там Сцена офигенная Когда Она встречает Как раз Это Рен Пришла в школу К нему В коридоре Встречает И учителя О ты пришла К этому чуваку Приводит Ее в класс Такая Вот пришла подружка И ты должен решить Ты ее просто Обнивешь Или потискаешь Вот у меня Все такая И сейчас Кажется смотрится Немножко криповат Все таки А когда я Смотрел в юности Забавно Вот И Короче Душа есть Какие-то Ничего особенно В этом Жанре С временем Как будто Ну в целом Да Я смотрел Там Моя подружка Гиару Или что-то Типа Она гораздо Более Проходная Там Вообще Ничего нового Там Исползание Из носа Крови А здесь Герой Такой Типа Да отвалите От меня Все Мне срачно Найди Короче Отстаньте А там Все такие А ты к ней Она Ну знаешь Типа Булочку На покушай Он такой Пытается ее откусить Она такая Да нет Ты же сама Хочешь Больше Нет Я принесла Тебе Ах Вот ты Злой Там прибегает Народ Кстати На фоне Этого Или ты еще Хочешь Я на фоне Этого Хочу Я кстати Не знаю Есть ли Аниме Экранизацию По-моему Собирались Делать Короче Блин Я название Единственное Часто не вспомню Кто-нибудь Все равно В комментариях У нас угадает И напишет Манго Короче Просто По-моему Аниме Собирались Вот редкий случай Когда я в принципе Не особо Ну я уже говорил Гаремники я не люблю И романтика Ну типа Она бывает Очень обычно В Саратов Показана Но на удивление И опять же Я не люблю Прошкольников Я терпеть уже Не могу Прошкольников Что-то смотреть Но тут неожиданно Манго Короче там просто Про Блин Как она называется Не помню Короче там типа Два главных героя Типа есть-то Пацан Ну знаешь Такой типичный Задрот Типа он такой Типа вот умный А девка Она типа Ну типа Вот гьяра такая Ну типа Она модная Вся вот эта Но она типа Там как бы По сюжету Вначале он не понимает Она постоянно его Типа знаешь Такая Ну как бы С ним тусуется Постоянно с ним разговаривает Все такое Чувак естественно Такого там вахуй Все такое Ну естественно ему приятно Я думал ну типа Будет это вот знаешь Типа херня Про Ну типа вот про Просто ты смотришь Непонятно зачем Ей это Непонятно зачем Типа Он ничего не будет делать А неожиданно Это очень на самом деле Миленькое произведение Оказалось Во первых У него есть как бы Горизонтальный сюжет Ой или вертикальный Ну короче Он развивается Типа сюжет идет нормально Это одно из немногих произведений Не вот это вот то что Ой я его увидела И все Типа ты такой классный Там прямо нормально Тебе подоплек Почему ей вот это Там типа Какой-то Зачуханный чел Типа который там Ну типа такой прям Типичный задрот Почему он ей там На самом деле понравился Почему она там Его там типа влюбилась Там это прям все развивается Нормальные отношения развиваются Там даже какие-то Миленькие моменты Среди Там у них есть Типа там прикольно Показаны Ты такой типа Чё Типа ну то есть там Да есть тот момент То что там одна Ну типа чувак такой Типа там нерешительный И все такое А девка такая Типа хо-хо-хо Типа вот Ну в основном Это типа прикольно Показано что Она просто ей Ну типа нравится Реакция его Типа на это Но это не то что Она типа такая Какая-то блядюшница Типа в плане того Что наоборот Типа знаешь Серьезно Она такая Ой Вот Ну типа просто Как бы условно Типа патролли Типа она может Вот И настолько там прикольно Показано вот это Умилительное взаимоотношение Их типа Я прям удивился Что это настолько Можно классно сделать Ну там банально Типа когда Знаешь Начинается там Когда у них какие-то Вот знаешь Типа там Какие-то бытовуха Типа Она его там приводит Показывает Типа там Ну типа Что она у нее Только мама Типа есть У нее типа Отца нету Типа мать ее Работает этим Парикмахером У нее типа Салон свой Вот И там Показывает Прикольное взаимодействие Там просто знаешь Типа вот Ну как бы Ты смотришь долго На персонажей Которые ну все-таки Типа еще там Типа подростки Вот А мать Ну у нее понятно Взрослая типа Женщина И как она просто Реагирует на этого пацана Прикольно показано Типа ну типа Нормальные взаимоотношения Типа вот это все Вот Я прям удивился Насколько оно может быть Просто приятным Оно знаешь Как бы даже не то что Уютное вот Оно просто уютное И ты реально смотришь Такой вот Вот это прям классно Да и Дирс Примерно такой же Вот Но оно еще И знаешь при этом Оно еще банально Просто оно приземленное Ну то есть да Там есть то что типа Супер красивая там девка Типа и пацан какой-то И там еще Естественно там есть такие Ну сайдовые линии Типа про то что там У нее есть там подруги Собственно ее там И у этого его есть друзья И там кто-то Ну там из них только там Двое там начинают Что-то между собой Там какие-то у них Взаимоотношения Ты конечно такой Ну ладно Это не очень реалистичная Там местами картина Но в целом Оно на удивление Такое типа Короче Успокоительное Возможно Может кто-то потом Загрустит Это точно не моя Подружка Гяру Не-не-не Потому что там тоже Были отношения У вторичных Блин Я хрен не знаю Как найти Я просто сейчас Хочу сказать Что это Коми-сан Нет Коми-сан Это просто типа Комедийная фигня Типа А там про Блин Как же она называется Кто-то там Я короче не помню Кто-нибудь думаю Вспомнит Кто-то вспомнит Типа Короче вспомнит Там причем Там даже Ну такая небольшая Драма есть Там типа Бытовуха Израза Там маленькая Сюжетная такая Арочка Что там типа У этой девки У нее типа Кошка была И она типа Старая просто И все Ну типа Кошка старая Она умирает Рано или поздно И типа Показано хорошо Как такой персонаж Который постоянно Такая типа Радостная Веселая Бегает Типа вот это все Там типа Веселит Как у нее происходит Ну типа Для человека Это все-таки горе Особенно там А у нее типа Кошка Что она по-моему Там еще Ее мать Ее взяла До того Как Ну и ее отец Когда он там еще был Типа до того Как она родилась То есть кошка ее старше Типа по-моему Вот Естественно она всю жизнь Прожила с этой кошкой Кошка там уже помирает Типа вот И Ну и главный герой Там с ней там сидит Ну короче это показано Прямо такое Хорошее взаимоотношение Чуть такое вдруг Типа Вы что можете Про такое рисовать Оказывается Не вот это Типа А там типа Трусы увидели Вот Прикольно Если кто-то вспомнит Напишите название Я конечно могу В комментариях Хотя я забуду Скорее всего написать Потому что мне надо Смотреть в прочитанном Типа что Что это такое Но очень приятное Произведение реально Забавно что У произведений Для мальчиков Обязательно должна быть Проактивная девчонка А мальчик Скорее всего Типа чмонька Ну зачастую да И у произведений Для девочек Обратная ситуация Мужчина должен быть Проактивный А девочка Чмонька Ну это часто Мне кажется Да такая Ну а Это мне кажется Многим Знаешь Ну как бы В жизни Всем многим Бы хотелось Даже Мне кажется Насколько ты сам Неактивный Вот у тебя ебануха Какая-то Тебе все равно Хочется Знаешь Чтобы вот Найти там Девчонку Или мальчишку Который будет Меня там Типа ух Таскать Там что-то еще Причем Насколько я знаю Если ты будешь Делать героя Того пола Кому предназначено Собственно Произведение Активным Ну ты это скорее Отпугнешь Ну мне кажется Не тот жанр Уже получится Просто Это уже Не тот жанр Получается Типа И Какие-то Не ну вот Есть же примеры Например Вспомни Ты же смотрел Наверное Тора Дору Или нет Там вот типа Ну там кстати Такая Романтика Одна из которых Я считаю Что хорошая На самом деле Анимеха Там есть У нее тоже Как бы Многого недостатки Главный недостаток То что Одна из главных героинь К сожалению Это опять Ну типа Ну условная Лаля Не лаля Ну просто она типа маленькая И все Ее опять озвучивает Эта Сэйю Которая постоянно Таких персонажей звучит Самое ужасное Что это Сэйю Которая очень классная Которая может Обычным голосом Но ей вот это вот Типа писклю Это помнишь Этот Огнеглазую Шану Помнишь Вот блять Буквально Типа так персонаж Это та же самая Сэйю озвучивает Что и Шанну озвучивала И ты такой Да сука Вот Но там типа Как раз Не чмоня Главный герой Если что Но очень прикольное Произведение Кстати тоже Могу посоветовать Тебе может тоже понравиться Там типа завязка в чем Ну типа Два главных героя Вот этот вот типа Главный герой У него особенность в чем Что ему типа Не повезло Типа от бати Досталась короче Просто бандитская рожа Ну типа чувак сам по себе Такой он не то что Типа не задрот А он просто Нормальный чел Вот когда знаешь Он такой нормальный Он там типа Что там Типа матери там помогает Все такое Типа там не тупой Не все такое Но у него просто типа Ну хотя как бы Нарисовано не так Что прям страшно Ну типа реакция персонажа Все думают Что он какой-то бандюган Типа все время Вот Что он типа Какой-то ебучий бандюг Который всех типа Чморить хочет Что он просто типа нормальный И второй героиня Это вот типа девка Вот эта Которая такая Широкая шевелюра Но типа мелкая такая Ну в смысле Они одинакового возраста Просто сама она миниатюрная Вот И типа Естественно это про школьников Но там как бы романтика в чем Что У Главного героя как раз У него есть его лучший друг Который как раз Вот типа типичный Вот этот вот типа чмоня Он такой типа Ну как бы Не совсем чмоня Но как раз такой Задротистый Более же он такой В очках ходит Все такое Вот И Он нравится вот этой девке Как раз Вот А У этой девки Есть подруга Как раз такая Она как раз такая Жизнерадостная Всем помогает Такая Ту-ту-ту Вот Потому что это мелкая Она такая злобнючая Очень типа Вот И они короче Между собой Типа договариваются Ну типа Короче помогут Типа Ты мне Я тебе Типа Вот И на самом деле Очень прикольная романтика Местами даже как бы Ну местами Как бы это аниме Понятное дело Он универистичный Местами типа там Ну такие всплывают штуки Ну понятное дело Там идет вся романтическая линия К тому что типа У вас романтика будет Между двумя центральными персонажами Хотя как бы Им изначально нравятся другие И это интересно Показано Вот это вот типа Им взаимоотношения Ну вот И там прикольно показан Например Там момент Когда появляется еще один персонаж Как раз знаешь Девка такая Типа Властная такая Все Ух Вот Но при этом Как ну типа С ней начинать взаимодействие И которая как раз Например заинтересована В главном герое Уже сразу Ну там типа Почти сразу становится Вот И как начинает с ней Там типа Взаимоотношения строиться Ну как бы В плане Как и романтики И вообще Такой Ну неплохой Не то что повседневности А как Не знаю Даже писать Прям вообще Отлично Ну то есть Если тебе скорее всего Дирс нравится То Тора Дора Тебе возможно Прям очень понравится Вот Ну то есть Она единственная В нем нету Никакой опять же Элемент фантастики Ну это вообще Не обязательно То есть там Там скорее Вот оно все такое Ну типа Про Ну ты знаешь Одно дело Просто посмотреть Сериал детства Который ты Ну может быть Я уже насмотрелся На самом деле Всей этой Романтики Ну ладно Хотя Я тут наткнулся Случайно На Аля Иногда кокетничает Со мной По-русски Я знаю Да-да-да 24-го года Сериал Я такой Ну короче Синопсис Следующий У него Есть синопсис Да В частной Ля-ля-ля Короче Типа Девушка Мечта любого парня Естественно Вот Очень умная Небократная Красивая А соседние парты Сидит первая Лентяй В школе Та-да-та-да Вот Но Алиса Это обращает В нем Внимание Правда Достается Где тут Господи От нее Обычно Выговоры Выговоры За лентяйство Впрочем За ними Тут же следует Множество Ласковых слов На русском Которые Масачики Не понять Вернее Так думает Алиса На самом деле Масачиков С детства знает Русский язык Понимает Каждое слово Я на маму Натыкался Чуть-чуть Я читал Но мне кстати интересно Как они Экранизацию делают Потому что Как раз Это то Что лучше в формате Мне кажется Работает Хорошей экранизацией Потому что Есть озвучка Это очень здесь важно Я хочу посмотреть Как Сэй Наверное По-русски Говорит Хотя я знаю Девчонок Русских Которые Переехали в Японию Ну да Тут правда Знаешь Знай японцев Это может быть Абсолютно Две разные ситуации То что Надо быть Интересно Надо посмотреть Будет Но просто Знай японцев Как они иногда Берут И просто Супер Ебейший Какой-то Акцент Делают Прямо Как будто Намеренно И в английском И в русском Где речь У них встречается В аниме А с другой стороны У них бывает Просто какая-то аниме Чистейший Иностранный язык Почему это происходит Как бы Только Неведомым Японским Шонаристам Точнее Или кому Известно Почему они Так решили Но Тем не менее И возвращаясь К Дирсу Я хочу сказать Что у него Финал такой Ну как бы Ты когда смотришь Ну окей А сейчас Так думаешь Над этим Короче Ну естественно Эту бракованную Ее пытаются отобрать И вот И в конце Он как бы Ему надо Сказать Что Да Я буду твоим Хозяином А ты моей Рабыней Да Немножко Скажем так Сомнительно Такой Вывод Ну короче В детстве Своей Интересно Зайти Посмотреть Ну блин Иди Короче Заставки Все Андерс и Вантин Эти девчонки И чига стопроцентная Пойдешь смотреть Не знаю Я его не смотрел А да Ну слава богу Не надо Не надо Не смотри Денис Это плохо Что На этом у нас Все Сегодня все Напоминаю Если вы смотрите ролик На общем канале Нашем Значит где-то Еще пара часов Лежит Ролик Где мы Про канал Аж рассказываем Что с нами происходит Ведем интерактив Жесткий С нашими подписчиками Которые Спонсоры И в этот раз Нам там задают Неудобненькие вопросы Мы тут на них Отвечаем По ссылочке В описании Можно полностью Посмотреть Это дело Вот На сегодня Это все Берегите себя И свои миннички Пока